Здравствуйте, на связи фитнес-тренер Михаил Яцек. Сегодня я хочу поднять вопрос, нужно ли рвать как можно больше волокон в мышцах во время тренировок, чтобы подросли они и все такое. Ну, начнем с того, что это всего лишь одна из теорий, кстати, не доказанных до сих пор, что якобы, если ты супер сильно выложился на тренировки, супер много порвал мышечных волокон, и как бы супер большие мышцы в итоге должны расти, и супер прогресс должен просто бить фонтаном, то есть силовые там растут, объемы, все дела. Эта теория, она всего лишь теория, не доказанная на практике, и она работает только у тех ребят, которые сидят на стероидах, потому что у них возможности восстановления намного выше, чем у тех, кто сидит без стероидов. Получается как? Обычно пацаненок, который приходит натурально тренироваться, убивается в хлам по технологии стероидного тренинга, и он не успевает восстанавливаться, потом у него проблемы с мотивацией, потом опять проблемы с мотивацией, потом лень, он включает силу воли, ходит на тренировки, масса не растет, силовые там встали в ступор, ничего не выходит, лень, там подавленность, демотивация, он смотрит мотивирующие картинки, это ничего не помогает, ну и, конечно же, он переходит в итоге на стероиды, потому что ему доказывают, что без стероидов накачаться невозможно. Есть определенные мифы, которые просто вбивают в массы для того, чтобы повышать продажи стероидов, повышать продажи белковых добавок, всяких там разных биодобавок, витаминных комплексов и кучи всякой, конечно, беды, которая на самом деле не очень-то нужна. Если вы тренируетесь без стероидов, то это на вас работать не будет точно, потому что вы просто не будете спать и остановиться. Ладно, еще если ты тренируешься, ешь, спишь, тебе делают массажи постоянно, там, релаксы, сауна, ты там загораешь на пляжике, такой есть молодец, да, тут еще это может как-то срабатывать. Но, если ты потренировался, дальше идешь на работу, на работе у тебя куча дел, ты приходишь домой, дома у тебя жена, дети, тебе кто-то снос мозг, у тебя нервотрепки, тебе нужно работать и пахать. Такой тренировочный процесс, то есть этот принцип порвать как можно больше волокон, он будет с тебя тянуть энергию, ты очень быстро упрешься в так называемый потолок и все. И прогресса никакого не будет, жизнь твоя будет все печальнее и печальнее и все. Но, если ты включишь мозги и поймешь, что выкладываться нужно настолько, насколько твой организм может восстановить, то есть, если у тебя восстановительная возможность вот, то выкладываться нужно вот, понимаешь, да? Если восстановительная возможность вот, а ты выкладываешься вот так, то ты просто работаешь на внутренних резервах, пока у тебя есть здоровье, ты его тратишь, а потом оно закончится и все. Будет очень печальное истощение, ну, как правило, это все просто заканчивается демотивацией, и тут проблема в чем? Проблема не в том, что лень, а проблема в том, что ты все просто загнал. Если ты будешь меньше выкладываться, как ни странно, то результаты будут больше, и они будут стабильные. Поэтому очень важно следить за тем, то есть, нужно поймать волну, насколько хорошо ты восстанавливаешься. Нужно следить за тем, чтобы ты лучше восстанавливался. Нужно строить свой образ жизни таким образом, чтобы поменьше было нервотрепок, ты нормально спал, отдыхал, был позитивным, целеустремленным в жизни, радостным и так далее. Короче, создавать позитивный эмоционально-психологический фон и кучу других мелочей, которые повышают возможности восстановления. И выкладываться настолько, насколько может восстанавливаться твой организм. Тогда стабильно у тебя будет прирост сил, и ты будешь чувствовать себя классно. Ты будешь приходить на тренировку, у тебя будет тренировка в удовольствие. Ты будешь получать кайф от тех упражнений, которые ты выполняешь. У тебя не будет проблем с мотивацией, не будет проблем заставиться на тренировку. Вот это вот важный ключевой момент. Если ты ходишь на тренировку, как на каторгу, ты ее ненавидишь, значит, скорее всего, у тебя проблемы с восстановлением. Так продолжаться долго не может. Либо ты бросишь тренировки, либо ты себе испортишь здоровье, испортишь себе еще суставы, заработаешь кучу травм, и только после этого закончишь тренироваться. Поэтому тренироваться нужно с головой. А что касается порванных волокон, мне кажется, это какая-то дихая, бредовая идея, потому что есть также миф, что якобы мышцы должны суперсильно болеть после тренировки. Я скажу так, что мышцы болеть могут только тогда, если ты не тренировался очень долго и потом резко пришел по хардкори. Либо если ты очень резко поменял стиль тренировок. Ну, например, тренировался в тренажерном зале, делал упражнения на тренажерах со штангой и так далее, а потом решил заняться боксом и пошел потренироваться как супербоксер. В постоянном режиме мышцы болеть совершенно не должны, не обязательно. И, по-моему, это прямое элементарное доказательство того, что вот эта теория, чем больше порвешь волокон, тем больше она растет, она как бы бредовая. Да, есть еще люди, которые надрывают мышцы и рвут, то тут, наверное, у них вообще прогресс должен быть просто бешеным. Есть также миф, что если ты сломал себе ногу, то якобы там кость становится крепче и мощнее. Да, может быть, она так выглядит, потому что там появляются наросты, но нифига она не становится крепче. Она становится слабее. Если она поломается, то поломается, скорее всего, в том же месте второй раз. Так же, как и есть философские мифы о том, что я как бы там два кусочка металла-то сварил, сварочкой, и там как бы все, там оно уже не сломается, не порвется. Но там как раз ломается всегда в первую очередь. Так же и с костями, так же и с металлом. Поэтому тренировки – это трудности. Но, то есть это один из вариантов трудностей, но после трудностей нужно обязательно восстанавливаться. Если ты не восстановился, не довосстановился, и так постоянно, сил никаких не будет, тестостерона не будет, мышц не будет, и мотивации не будет, и здоровья не будет, если ты вовремя не пересмотришь свой тренировочный процесс. На сегодня все. Дружите с головой, не теряйте здравый смысл. До новых встреч. Да, и вот так вот сделайте. Не забывайте так делать и на колокольчик тоже подпишитесь.